Девяносто лет этой миловидной женщине ни за что не дать. А ведь она – одна из тех, чья юность была омрачена войной. Большая семья Глафиры Григорьевны тогда жила в Рязанской области. Отец ушел на фронт и не вернулся. А она, как и многие подростки, помогала взрослым. Делали все, чтобы выпроводить нежданных гостей с родной земли. Копали окопы, копали траншеи, копали рвы против танков. Потому что немец подходил к Рязани и нас всех посылали. Вот приезжали военные, на машину нас сажали и увозили. Когда немцев отогнали, Глаша вместе с другими детьми и женщинами работала в колхозе. А после окончания войны отправилась в Москву, в училище при предельной фабрике. На которой после учебы и начала работать. Жизнь обустроилась в поселке Расторгуево. А после вышла замуж, да так и осталась в этих местах на всю жизнь. Воспитала двоих дочерей, помогала воспитывать внуков. А сейчас уже и правнуки подрастают. Маленькая Аришка очень привязана к прабабушке. Она очень красивая, она играет. А ты любишь с ней играть, да? Да, люблю. Дочь Глафиры Григорьевны, Ольга говорит, ее мама из того поколения, которым невозможно не гордиться. С детства было заложено трудолюбие, взаимовыручка, помощь и доброта. И вот все эти качества есть в моей маме. Это очень добрый человек, очень хлебосольный, всегда встречала, накрывала столы, очень красиво пела. А любимых песен у Глафиры Григорьевны немало. И одна из них – «Травы, травы», которую мы с виновницей праздника исполнили вместе. «Травы, травы, травы не успели, а тросы серебряные согнутся, и такие нежные напевы, ух, почему-то прямо в сердце льются». А еще наша героиня очень любит читать в приоритете исторические книги, а также районная газета «Видновские вести». Ее она прочитывает первой в семье. Поэтому с Валерием Николаевичем Венцелем у именинницы сразу нашлись темы для беседы. Правда, сначала было официальное поздравление от главы государства. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. С уважением, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. За чашечкой чая Валерий Николаевич расспросил Глафиру Григорьевну о жизни. Поделился планами по благоустройству территории вокруг кинотеатра «Искра». А именинница рассказала о том, что здесь когда-то была деревня Тимохова. И прудов было два. На месте одного сейчас стоит соседний дом. «Мы ходили здесь, купались вот в этом пруду. Тогда у нас целый пляж здесь был, прямо на берегу. Здесь все располагались, купались». Ровесница Ленинского района Глафира Глебова видела, как строился город, как хорошел на глазах, превращаясь в жемчужину подмосковного края. И сегодня с толикой грусти признается. «Я сейчас мало хожу, но все равно, вы знаете, выйдешь, прям душа рада. Думаю, господи, сейчас бы хоть на 20 помоложе была бы, я бы в городе все было». «Бежала бы все, да». «Ну ничего, какие ваши годы, как говорится?» «Да, конечно, до 100 начальников обязательно. Отлично, вот хороший настрой. И верю в эти планы, я думаю, что мы с Глафирой Григорьевной в очередной юбилей обязательно споем одну из ее любимых песен. Татьяна Брылова, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ.